Приветствую, друзья! YouTube-канал Да, это так! Ярослава Маслова в гостях у меня сегодня Владимир Фисенко. Рады вас приветствовать. Добрый вечер вам! Да, добрый день! Хотела начать с вами вот с чего. События десятилетней давности. Сегодня день памяти героев Небесной Сотни, 20 февраля. Десять лет даже не верится, да, собственно, как много всего за этот период случилось с нами и со страной в целом. Но, знаете, вот помимо скорби и памяти, много разговоров о, значит, европейском будущем и о том, собственно, да, ради чего. О, насколько справедливо, как вам кажется, рассуждение на тему, да, европейские стандарты жизни, вступление в ЕС при сегодняшних реалиях, реалиях полномасштабной войны. Что вы на этот счет думаете, если такие мысли есть? Ну, сейчас мы гораздо ближе к вступлению в Евросоюз, чем 10 лет назад и чем, допустим, даже 3 года назад. Гораздо ближе. Мы получили статус кандидата в члены Европейского Союза. Вот в ближайшее время начнутся переговоры о вступлении в ЕС. И, конечно, вступление в Евросоюз не гарантировано. Будет очень непростой. Но, тем не менее, мы выходим, я бы сказал, на предфинишный круг. Это еще не финишная прямая, но на предфинишный круг это еще несколько лет сложной работы. Конечно, очень многое зависит от исхода войны. Это очень сильно будет влиять. Но то, что в отличие от ситуации, которая была и 10 лет назад, и еще несколько лет назад, у европейских политиков есть готовность, есть политическая воля видеть Украину в составе Европейского Союза, в этом у меня нет сомнений. Есть противники, но их гораздо меньше, чем было раньше. Другое дело, вот я бы предостерег многих людей от иллюзий. Вот мы вступим в Евросоюз, и все, все проблемы будут решены, все будет хорошо, будем жить как в Европе. Нет, конечно. Да, и в Европе живут по-разному, и уровень жизни отличается в отдельных европейских странах. И наши беженцы, кстати, за последние два года смогли в этом убедиться сами, да? Ну, это совершенно верно, да. И я знаю много примеров, когда люди живят там, но приезжают сюда. Полечиться, поучиться. Совершенно верно, да, нет. Но многие вернулись, вот поучиться, да. Те, кто хочет, чтобы их дети продолжили получать нормальное образование, имеется в виду, прежде всего, специализированное образование, например, математическое, они возвращаются в Украину, кому-то все... Понимаете, это выбор каждого человека. Кто-то останется там, таких тоже немало. Кто-то уже вернулся в Украину или хочет вернуться в Украину. Будет вариант, особенно для людей с хорошим образованием, людей мобильных, и тут, и там. Одной ногой в Украину, другой ногой не обязательно в Европе, там, может быть, в США. Да, да, это современный глобализированный мир, и так будет тоже участие людей, ну, когда профессия позволяет таким образом жить и работать. Поэтому не должно быть иллюзий. Европа далеко не идеальна. Для нас чем важен Европейский Союз, чем это лучше, чем то, что нам предлагал Путин, и против чего люди выступили в 2013 году, это сообщество демократических стран, то есть дело не в уровне жизни, не в неких социальных стандартах, они тоже отличаются в Европе. Это сообщество демократических стран, сообщество, где уважают права и свободы людей, и где, в общем-то, люди могут жить, скажем так, не опасаясь того, что государство тебя может в любой момент загнобить и сделать с тобой все, что угодно. Те самые социальные стандарты, да? И не социальные, это даже не социальные, скорее правовые стандарты. Многие украинцы ведь видят в Европейском Союзе, ну, часть, конечно, хочет думать, думать, что вот мы войдем в Европейский Союз, ну, не сразу, может быть, но постепенно будем жить как в Европе. Хотя еще раз говорю, что Европа, она тоже разная. А часть просто потому, что мы таким образом, как бы, получим больше стандартов, именно, скорее, правовых, правовых стандартов, и что мы будем меняться от такой вот постсоветской модели, где много коррупции, где много блата, где много разных инструментов, не очень цивилизованных для решения, в том числе и социальных проблем, будем жить по стандартам нормального, современного социального государства. И правового, самое главное, правового государства. В этом, как бы, смысл. Ну, вот как часто мне говорили, например, польские дипломаты еще лет 10-15 назад, что главный инструмент в европейской интеграции, это даже не членство, а сам процесс. Это процесс модернизации. Да, вот переходы как раз на правовые стандарты, на институциональные стандарты Европейского Союза. Опять-таки, далеко не все в Евросоюзе нам может понравиться. Там очень много бюрократии. Вот нам много не нравится в украинской бюрократии. Так там своей хватает. И зачастую, скажем так, это не самый хороший вариант. Но это такая вот большая конфедерация. Конфедерация демократическая, что нас вполне устраивает. А дальше, я думаю, что так или иначе, вот мое ощущение в перспективе, внутри самого Европейского Союза, тоже будет разделение. Будут страны, которые будут более динамичные, более активные, у которых будет стимул развиваться дальше. А есть страны, которые уже сейчас пытаются жить как пенсионеры. Вот есть как пенсионеры... Да все большинство западных стран, в том числе Германии. Вот самая богатая, самая крупная страна Европейского Союза. Вот я вчера в дискуссии, кстати, с нашими народными депутатами услышал от одной нашей депутатки такой термин. Ну, это касается и войны, нашей войны с Россией, и того, как Европа реагирует, что они привыкли вот к такой системе буржуа комфорт. Вот комфортной буржуазной жизни. Некий стандарт, кстати, средний именно, не обязательно такая уж богатая жизнь, но комфортная, спокойная жизнь. И так, чтобы было поменьше раздражителей извне. Вот условно от мигрантов разных до войны. Вот поменьше таких раздражителей. А так жить спокойно, да, не перетруждая себя, не борясь за какие-то новые высоты. Это, ну, такой, не то чтобы сигнал негативный для Европы. Я вот вспоминаю, ну, это дискуссия, как вспоминаю, я по книгам это могу оценивать, но дискуссия о том, что Европа, ну, идет закат Европы, дискуссия идет в сто лет уже. Да, и Шпенкер об этом писал, да, и кто только не писал, я говорю, сто лет назад еще эта дискуссия была, в том числе и вот во время Первой мировой войны, после нее. И сейчас эта дискуссия тоже идет. Есть демографические проблемы, вот старение, это физически тоже проявляется. Но, тем не менее, пока для нас это привлекательное политическое сообщество. И тут мотивы, мы хотим жить по стандартам, вот современным цивилизованным европейским стандартам, нас это устраивает, нас это привлекает. А европейцы видят нас, ну, скажем так, молодых, активных родственников, которые хотят жить вот в этом совместном политическом кондоминиуме. В одной партии большой, да. Нет, скорее, вот да, они могут при необходимости нас защищать. Я думаю, этот мотив сейчас один из главных на перспективу. И они больше будут динамизма придавать. Так что мотивы разные. У нас и у них мотивы различаются. А вот, кстати, по поводу защищать, позвольте, Владимир, они будут нас защищать. Мне кажется, что вот с этой точки зрения немного концепцию нашу, да, видение вот этого европейского будущего можно менять, менять на... в том числе и мы не будем, а можем их защищать. Да, если говорить о политических блоках и о военно-политических блоках, вот сегодня Фон Дерляйен, высказываясь, да, в День памяти Героев Небесной Сотни, сказала, что даже спустя десятилетия, да, вот это видение идеала людей, которые стояли на Майдане, они восторжествовали. И Украина рано или поздно, снова она там уже в тысячный раз повторила, займет свое место в Европейском Союзе. Но ведь наше место 10 лет назад и сейчас две разные истории, потому что мы стали абсолютно другими. С точки зрения тех вызовов, с которыми сегодня сталкивается, в частности, да, и Запад, ну, коллективная Европа, прежде всего, да, российской агрессии возможной, да, вот эти учения, значит, развития своих ВПК, полное перевооружение европейского континента, мы можем предлагать себя с точки зрения лидирующих позиций с лучшей армией в мире, да, ну вот и так далее. Разговоры в этом смысле могут вестись и ведутся ли, как вам кажется? Разговоры ведутся. Я бы избегал из лишнего пафоса про лучшую армию в мире. Вот при всем уважении к нашей армии, к нашим военным, мы не лучшая армия в мире. Вот давайте честно скажем, я не военный эксперт, и я не собираюсь зараз ранжировать по количеству вооружений, по внутренней организации. У нас столько проблем. И вот война проявила эти проблемы в том числе. Об этом говорят сами военные. Поэтому я вот, я не сторонник этого пафоса, я его понимаю, особенно в первый год войны тут и пропагандистские, как бы это звучало. Но давайте будем реалистами. У нас не лучшая армия в мире, и там есть что еще, как модернизировать и улучшать эту армию. В том числе с точки зрения внутренней структуры. Не только вот эти пресловутые стандарты НАТО. Не в этом даже дело. А с точки зрения ее эффективной организации, борьбы с коррупцией, кстати, внутри армии. Не в Минобороны, а внутри армии в том числе. Эта проблема тоже есть, да. И организации более эффективные, и организации с точки зрения вооружения, более эффективная структура вооруженных сил и так далее. Но европейцы, вот в чем парадокс, я вот в этом убедился сейчас и в Мюнхене, вот в частных разговорах, вот в настроениях, они сейчас намного более острее, более эмоционально ощущают не абстрактные, а реальные угрозы со стороны России. И вот эта тема, которая обсуждается уже несколько месяцев в разных европейских СМИ, ну и в западных в целом, когда Россия нападет на Европу. В какой момент это произошло, вы понимаете, где вот тот был щелчок? Я не думаю, что был какой-то щелчок, какой-то триггер, это постепенно. Я думаю, а ну знаете, с чем связано? Как и у нас, вот изменение общественных настроений, как только война застряла, застряла, вот как писал заложный в ловушке позиционной войны, ну тогда он предупреждал, а сейчас очевидно. Причем, как бы еще один триггер, вот если говорить о триггерах, это сейчас очень сильно влияет на европейцев, это то, что происходит в США. Это ситуация в Нижней Палате Конгресса, это ситуация с Трампом, вокруг Трампа, это очень сильно влияет на европейцев. Они привыкли, я же говорю, вот буржуакомфорт, хорошая действительно, это формула для понимания современных европейцев, они привыкли, есть НАТО, есть американцы, которые их защищают, есть зонтик военный, который их защищает. Они, да, ну мы помогаем, мы там немножко отстегиваем на оборону, этого хватает. А сейчас есть понимание. Все поменялось. Ну, да, война поменяла. Были надежды ведь не только у нас, но и у них, что в случае нашего удачного наступления, там выйдем на переговоры, и война закончится достаточно быстро. Они тоже на это надеялись. Оказалось, что нет, война еще будет дальше продолжаться, и сейчас есть, и их очень напрягает то, что Россия, ну, очень увеличила военное производство, и некоторые западные аналитики думают, что это не только для войны против Украины, это перспективы может быть использованы против мира. Им надо делать то же самое. Ну, может быть, не в таких объемах, но надо делать то же самое. И вот отсюда парадокс. Есть понимание угроз, реальное понимание угроз. Отсюда понимание, что нам надо помогать. Но нам надо помогать, но я уже начинаю там общение военного производства, но арсеналы исчерпаны в значительной мере. Для того, чтобы расширять военное производство и увеличивать армию, а дискуссия идет уже в Германии, в Великобритании, надо в том числе менять структуру бюджета и урезать и социальные расходы. А это уже политическая проблема. И не всем это нравится. И у нас это тоже не всем бы понравилось. Там просто другие стандарты жизни, особенно для себя. Мы помним, чем это заканчивается во Франции каждый раз. Ну, да, да. Ну, просто в Франции как бы другие традиции политические, но тем не менее, да, эта проблема есть. И вот, я же говорю, есть понимание угроз, и в то же время физически даже ощущается, психологически в том числе, они не готовы воевать. Даже за самих себя. А как сказал Сикорский вот на украинском обеде, он так очень резко выступил, что если мы сейчас не поможем в должном мире Украине, то придется воевать нам самим. И, кстати, слово-сочетание, которое там звучало очень часто. Третья мировая война. Вот это тоже очень серьезный сигнал. Я не знаю, вот в 22-м году, вот поймите меня правильно, сейчас очень рискованная аналогия, никого не хочу пугать, но тем не менее. В 22-м году Мюхенская конференция была за несколько дней у российского вторжения. Я помню, вот картинка, которая у меня осталась в памяти, там был такой неформальный ужин, как только приехали участники украинских мероприятий, Пинчук пригласил пообщаться, там такой вот в центре города такой небольшой, ну, не то, что большое заведение, оно такое туристическое, ну, там сели покушать, и я смотрю, он все время на телефоне, все время, и все задают один вопрос, будет ли не будет война. Почему я сейчас об этом вспомнил? Сикорский тогда, хотя все говорили о войне, никто не хотел каркать, никто не хотел думать, вслух говорить, что вот война начнется. Но не хотелось, вот гнали себя. Поэтому говорили американцы, в суд, достаточно. Нет, то, что предупреждение разведок, американцы говорили, при этом они говорили, но при этом, как бы, исходили из того, что мы войну проиграем в три дня. И то же самое думали и немцы. То же самое, да. Поэтому, говорить-то не говорили, но ничего не делали для того, чтобы эту войну остановить, там, какими-то серьезными военными, политическими действиями, которые бы, ну, остановили Путин. Ну, раз так, уже все. Вот такая, как бы, обреченность. Но вот Сековский тогда сказал, один из немногих, может быть, единственный, ну, на украинских мероприятиях единственное, сказал, что война будет. Война будет, неизбежно. Год назад, это вот про мистику Мюнхена, год назад выступает на украинском обеде новый избранный президент Чехии, тогда еще не вступил в полномочия, он уже был избран, генерал Петр Павел. И он сказал, все ожидали, вот еще немножко, наступление, война закончится. А он сказал, готовьтесь, сценарии завершения войны могут быть разные. Он в этот раз вспомнил и сказал, я не хочу, как бы, я это не хочу, когда я рад, когда я рад, что мой прогноз сбылся, или оправдался. Он, кстати, вот как раз и призывал, ну, и сказал, что вот Чехия нашла, там, 800 тысяч снарядов, ну, еще надо их закупить. Да, но, как бы, и вот то, что тем оружия, она вот доминировала. Но нам нужно оружие, да, боеприпасы, оружие, это главная тема. К слову, никто, на всех мероприятиях, на которых я был, никто, ни одного слова, про мир и мирные переговоры. И не потому, что не хотят мира, хотят, очень хотят, а потому, что понимают, в нынешней ситуации, тут и смерть Навального, и Авдеевка, да, в нынешней ситуации, никаких реальных мирных переговоров не может быть и речи. Главное, что нужно сделать, для того, чтобы потом, как бы, какие-то там переговоры начались, но это уже моя интерпретация, это сейчас остановить Путина. Вот главное, остановить Путина, да, и надо помочь Украине через поставки оружия, боеприпасов. Поэтому, вот, ни одного слова о мире и мирных переговоров, но при этом, вот такое ощущение, предчувствие Третьей мировой войны. Вот Сикорский выступает и говорит, если мы не поможем сейчас Украине, нам самим, европейцам, придется воевать. А воевать они не готовы и не очень хотят. Это, кстати, один из мотивов, почему, вот возвращаясь к вашему вопросу, почему надо помогать Украине. В НАСА не видят, кстати, как и в поляках тоже, отчасти, наверное, может быть и в Финляндии, это уже касается расширения НАТО. Вот новичков, которые, более энергичные, более динамичные, которые умеют и готовы воевать и защищать и самих себя, и их в том числе. То есть, внутри Европейского Союза, будущего, обновленного Европейского Союза, это, возможно, такая, знаете, структура разделения труда. Вот там финансовые центры, центры социального комфорта, туризма, всего чего угодно. есть, правда, Германия, та же самая, индустриальные центры, там остается много промышленного производства. Да, вот где-то, там отдельных странах тоже индустриальные производства. Да, ну вот у нас, вот, возможно, у поляков это еще и будет функция, функция, да, пограничников Европы, объединенной Европы. Я так немножко утрирую, но... Ну да, я понимаю, чем вы говорите. По поводу поляков тоже пару слов хочу, чтобы вы сказали чуть позже, но перед этим, говоря о возможных, а точнее, невозможности, да, некоторого диалога Украины-России, России-Запада, как посредников тех же условных мирных переговоров, вы упомянули смерть Навального. Это одна из причин, насколько я поняла, как вы сказали, да, вот невозможности вот этого разговора. Это эмоциональный не причина, это эмоциональный триггер. Поясните, поясните, пожалуйста. Ну, во-первых, сразу поясню по поводу переговоров. Все войны, так или иначе, заканчиваются какими-то мирными соглашениями. Не обязательно, не обязательно, что не подписываются, но точно подписывается некий договор, там иногда, если война проиграна кем-то, там капитуляция, просто соглашение о прекращении огня, типичный вариант. Мирные договоры не всегда подписываются. Масса примеров в истории 20 века, когда, например, Япония и Советские Союз не подписали мирного договора. И ничего это не мешало и дипломатическим отношениям, и много другого. Корейская война закончилась соглашением о прекращении огня. Я абсолютно убежден, наша война закончится точно так же. Будет соглашение о прекращении огня и, скорее всего, без какого-либо мирного договора. Но это будет неизбежно. И какие-то мирные переговоры тоже будут. Это неизбежно. Я об этом говорю с 22 года, потому что у нас очень много критиков. Мы выиграем без переговоров. Все равно придется договариваться, как минимум о том, чтобы... Даже если мы выходим на границы 91 года, такой сейчас фантастический вариант, но все равно могут быть обстрелы, воздушные обстрелы, война на море и тому подобное. Поэтому придется договариваться. Это неизбежно. Другое дело нынешний контекст, нынешние ситуации. Вот смерть Навального для европейцев, по моим ощущениям, потому что в первый день это сломало, конечно, атмосферу Мюнхенской конференции, очень сильно повлияло, изменило ее ход в значительной мере, ну и характер в некоторых дискуссиях. На украинские дискуссии меньше повлияло, но тоже эта тема присутствовала, но присутствовал как раз как аргумент у европейцев, что нам надо помочь. Это еще один сигнал, нам надо помочь. Ну еще один такой штришок, даже конкретное слово, которое там регулярно стало звучать. Эвил, зло, Путин это зло. Вот чисто эмоциональное, я даже сказал, религиозное восприятие. Ну, Майк Помпео... Жена Навального в своей речи, да, вот и она, и многие другие. Я же говорю, этот термин он там постоянно звучал, это эмоциональное, иногда даже такое религиозное, может быть, что-то, тем более, вот американцы, они любят в такой, Майк Помпео, вот он в Киев человек приезжал, там была встреча с ним, и с рядом американских конгрессменов и сенаторов, ну, такая неформальная встреча вечером, в субботу. вот он тоже, как человек, выросший в религиозной атмосфере и в стиле американских проповедников, он тоже говорил о зле, да, и что Путин тоже одно из проявлений этого зла, не единственное, но одно из проявлений. Поэтому эмоционально это, конечно, повлияло, это стало таким шоком, своеобразным для западных политиков. Для нас-то шок был, это сама война, начало самой войны. Но для западных политиков, которые, многие из которых хотят еще договариваться с Путиным, ну, для них это сигнал, ну, наверное, придется о чем-то договариваться в перспективе, но это тот, это не обычный партнер по переговорам, как бы, и точно не по демократические переговоры. И вот понимание того, что для того, чтобы с Путиным в перспективе говорить, надо сначала его остановить, остановить силой, вот этого понимания стало гораздо больше, гораздо больше. Ощущение того, что Путин действует не по правилам, что это совсем не тот персонаж, как они себе его представляли там в начале 2000-х годов. Вот это ощущение, это понимание есть. Как раз по поводу не по правилам. Вот я вас хотела спросить, смерть Навального в рамках этого режима политического, в том числе российского, это очередное доказательство того, что А, зло вот это, оно безнаказанно, и Б, что немаловажно, наверное, самое главное, оно уже полностью неуправляемое, абсолютно, и не прогнозируемо, наверное, тем же запросом. Дискуссия о том, о том, да, рационально ли действует Путин, либо он совсем всех лоскатушек, ну, элементы такой дискуссии тоже были. Я помню, эта дискуссия была очень популярна в первые месяцы войны, России против Украины, сейчас тоже, иногда это пробивается, но я не сторонник этой дискуссии, она ничего нам не дает. Я вот в этой, когда начинают вести такую дискуссию, я привожу такой пример. Маньяки, люди, которые десятками убивают, и там, носят другие, делают другие преступления, они, конечно, аномальны в психологическом смысле, но при этом каждое свое преступление они тщательно планируют, тщательно планируют, и действуют в процессе преступления, сокрытие этого преступления, действует очень рационально, очень рационально. Путин, можно его назвать геополитическим маньяком, я знаю, историческим маньяком, вот у него есть понимание, свое понимание исторической миссии, как он его видит. Жертвами этого понимания мы стали, и могут стать и другие соседние страны, Поэтому в этом плане он не совсем нормален. У него есть вот эта аномалия, я бы сказал, он акцентуированная личность, если использовать психологические термины. Но действует он достаточно рационально. Я, кстати, считаю, что когда возникает тема переговоров, сейчас это тактика, это не стратегия, это тактические ходы, это стремление расколоть западные элиты через бросание темы переговоров, это попытка принудить, подтолкнуть западные элиты к переговорам на российских условиях по Украине и без Украины. И уже очевидно, запад на такой сценарий не пойдет. Не та ситуация. В том числе потому, что они сейчас Путину доверяют гораздо меньше, если вообще доверяют, чем это было еще два года или два с половиной года назад. Ситуация в этом плане кардинально изменилась, в том числе и из-за смерти Навального, и из-за того, что происходит в войне против Украины. Но я думаю, что на самом деле у Путина опция переговоров и прекращения войны, она тоже есть. Она тоже есть. А дальше, если военная ситуация стабилизируется и нам даст ее выправить, то тогда я думаю, что нам надо готовиться и выстраивать, продумывать и стратегию, и тактику переговоров. Я считаю, что рано или поздно придется нам вести эти переговоры. Другое дело, на каких условиях, о чем договариваться. Прежде всего, прекращение военных действий. Но к этому надо быть готовым, к этому надо относиться спокойно, без истерики. А сейчас просто не та ситуация. Сейчас не время для этого. Но вот эта эмоция, конечно, она сейчас доминирует. И вот смерть Навального, она стала таким триггером. И, кстати, Авдеевка тоже. Вот Авдеевка повлияла не меньше про оружие, про боеприпасы. Потому что там на пленарной площадке Кулебу про это спрашивали, про боеприпасы. Сколько снарядов. Даже не просто про боеприпасы. Сколько артиллерийских снарядов. Хватает, не хватает. Ответ все знают. Не хватает. Очень не хватает. И не только артиллерийских снарядов, систем ПВО, ракет для ПВО. На украинском обеде Ермака про это спрашивали. Ну и так или иначе, сами западные партнеры эту тему поднимают. Поэтому эмоционально это важно. Вот эмоция, она, когда перестают работать сугубо рациональные аргументы, надо использовать эмоцию. А иногда эта эмоция сама влияет на мышление политиков. Так что в этом плане, я же говорю, меня вот больше всего, с одной стороны, напрягает вот эта тема Третьей мировой войны. Ощущение предчувствия Третьей мировой войны. Потому что мы все понимаем. Ну не дай бог, это чревато глобальной катастрофой. С другой стороны, как бы это понимание, практически это выстраивание конструкции новой холодной войны. Процесс уже идет, на самом деле. Но это будет закрепляться, вот Борис Писториус, министр обороны Германии, про это сказал, да и многие другие. Поэтому мы в этом плане должны вписываться в эту новую конструкцию. И как раз членство в Европейском Союзе это элемент этой конструкции. Потому что НАТО, скажу откровенно, и может быть непопулярно, это под большим вопросом. Поэтому вот европейская интеграция, плюс вот эти договора, вот то, что было подписано в том числе с Германией и Францией, ранее с Великобританией, готовятся с американцами, ну со всеми странами, на большой семерке. Это тоже элементы такой конструкции, где мы как бы привязываемся к западной системе, к западному миру в такой форме. Ну и может быть это будет выстраивание, я знаю, какой-то параллельной системы безопасности вокруг Украины. Это не гарантия того, что, ну опять-таки, все эти договора не про то, что они за нас будут воевать. Абсолютно. Воевать они не. Они даже не содержат в названии формулировки гарантии. Не, 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 ну про гарантии это, я вам скажу, тут другое. Мы с коллегами об этом говорили там. Это реагирование на критику. Ну потому что и дипломаты с самого начала говорили, ну пропагандистки начали использовать термин еще с 22-го года, гарантии безопасности. А потом и дипломаты, и эксперты международники сказали, ну термин не совсем корректный. Ну во-первых, нет абсолютной гарантии безопасности. В свое время, ну известный пример, когда Германия напала на Польшу, у Польши были договора, военные договора о взаимопомощи с Францией и Англией. И что? Франция и Англия формально объявили войну, была так называемая странная война, но военных действий не начали. И в итоге Польша была разбита за несколько недель. Поэтому даже договор о взаимной военной помощи, он ничего не гарантирует, ну как показывает история, к сожалению. Как и договор о нейтралитете, кстати. Та же Германия нарушала договор о нейтралитете, Нидерландов, Бельгия, Дания, в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну тоже. Поэтому, к сожалению, это тоже не гарантия. Это все зависит от обстоятельств. Швейцарии повезло, а, например, Бельгии и Нидерландам не повезло. Так и в нашем случае. Поэтому мы выстраиваем конструкцию на будущее, и западный мир тоже. А по поводу НАТО, вот я скажу еще одну непопулярную вещь. Когда будут уже переговоры о завершении войны, ну кроме договоренностей о процедурах прекращения огня, чем мы можем точно пожертвовать? Без проблем. Это тема членства НАТО. Потому что, ну, сейчас, я вот говорил об этом, ну, естественно, нофрекордс и с нашими, и не с нашими. Все прекрасно понимают. Ну, не будут нас принимать, во-первых, во время войны. Мы очень хочем, но не будут принимать. Именно за опасности войны с Россией. Они не готовы, не хотят воевать напрямую. То есть, вот нападет Россия, тогда да, придется. Применить пятую эту статью. Ну, да, и то, и то в странах Балтии опасаются, хотя там есть военные контингенты, военные базы, поэтому все равно придется воевать. Это уже как бы неизбежно по факту. Но так или иначе, вот, поскольку вот по европейской интеграции больше определенности, уже бюрократия работает, сама процедура работает. Дальше там уже как получится, удастся ли, там, как мы договоримся по квотам на аграрных рынках, и не только на аграрных рынках, это такая проблема. Потом там будет, не будет блокировать Венгрию, если Орбан еще останется к тому времени на посту главы правительства. А может быть, и у кого-то еще возникнут сомнения. То есть, как в Европейском Союзе будет ситуация. Но так или иначе, мы идем по процедуре, и мы активно идем. В отличие, например, от стран Балкан, которые застряли вот в этой промежуточной фазе. А мы пока, слава богу, все-таки, благодаря и нашему желанию, и политической воле европейских лидеров, ситуация здесь более динамична. А по НАТО я пока такой перспективы не вижу. В том числе и за Байдена. То есть, тут даже если европейцы Трампа боятся, то сейчас наша проблема с НАТО – это Байден. Байден, который не готов сейчас давать никаких политических сигналов о членстве Украины в НАТО. Поэтому, раз этот вариант не работает, надо выстраивать другие варианты. Да, чем мы, в принципе, и занимаемся. Не могу вас не спросить в конце, Владимир, по поводу, да, с полужару этой информации. Конечно, не нова, и это очередная акция. Я говорю про украинопольскую границу. Там сегодня, значит, фермеры заблокировали железную дорогу, на часть высыпали с вагоном зерно. Еще два новых КПП, которые будут заблокированы минимум до 15 марта, говорят так. Это сложная ситуация. Скажите, вы не считаете, что акции давным-давно привезли в чисто политические? Нет, нет. Тут все-таки первая причина и основа – это конфликт экономических интересов. Начиналось как конфликт экономических интересов с Украины, по зерну, поэтому это зерно и сейчас. Это, я думаю, такой триггер, который до сих пор работает, как раздражитель. Участие европейских фермеров. Ну, в данном случае, польских фермеров. Польских, да. Но, реально, проблема-то гораздо шире, глубже и острее. И она касается не только и не столько Украины. Просто у нас обращают внимание, ну, по понятным причинам, на нашу границу с Польшей. А на самом деле протесты фермеров в Берлине, в Германии. И не только в Берлине, вообще в Германии, в частности, в Берлине. Кто бывал в Берлине, знает. Самый центр Берлина – Бранденбургские ворота. Рядом Бундестаг, парк красивый. И тракторы с удобрениями, да. Да, и вот они навоз выбрасывают там. Да, французские фермеры перекрывают дороги на Париж. Вот проблема общая, она связана с помощью фермерам, с альботами, с субсидиями для фермеров. Это внутренняя диспропорция в системе европейской экономики. И в Польше просто, мое ощущение, отчасти, наверное, остается проблема того, что какая-то часть зерна, который транзитом идет через Польшу, остается в Польше. Отчасти, наверное, да. Но тут уже польская проблема. Ребята, это проблема вашей внутренней коррупции. Не только нашей, а вашей тоже внутренней. Да, и проблема, а как у вас работает правая система? Вот меня больше всего возмущает в этом плане. Есть право на протест. Да. Но когда протест создает проблемы для других, не только для страны, вот вашего партнера, который, кстати, за вас воюет, вы создаете проблемы для нас. Но и для самих поляков создается проблема, для жителей других европейских стран. Есть такое железное правило, этическое правило. Не делай другим того, чего ты не хочешь сам себе. Если ты борешься за свои права и при этом создаешь проблемы другим, ну тогда будь готов, тебе тоже будут создавать проблемы. Неизбежно. Поэтому вот меня это волнует, потому что это подрывает, ну как минимум мое восприятие, систему правового государства в самой Европе. Вот я сказал, один из наших мотивов, это правовые стандарты европейские. А здесь, я вижу, как-то они плохо работают. Да, 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 все от обратного. Да, да, поэтому вот надо здесь с этим разбираться. Есть решение Еврокомиссии, да, они пошли нам навстречу, создали нам годный режим, еще до вступления в Евросоюз, это форма помощи для Украины. Да, но это вызвало обострелы конфликта интересов на транспортном рынке, на аграрном рынке. Но надо решать эту проблему, надо решать цивилизованность. Сели, договорились, нашли компромиссный вариант. Вроде бы договорились в прошлом году, сейчас опять. И вот тут я свою версию излагаю. Мое ощущение, ну помимо эгоизма польских фермеров, эгоизм это проявление поповийских политических настроений. Понимаете, это может быть у Трампа, у Орбана и у польских фермеров. В разных странах по-разному, а мотив один и тот же. Наши интересы, эгоистические интересы, нас волнуют прежде всего. Обо всем остальном мы думать не хотим. Плевать мы хотели на все остальное, вот вы должны решить нашу проблему. Но почему граница с Украиной? Мне кажется, они нашли слабое место. Так легче, проще, сильнее привлечь внимание к своей проблеме. Выехали, тем более там как раз регионы аграрные. Ну кто, сейчас уже сотни тысяч людей, наверное, этой дорогой ехали. Кто на машине, кто на поезде. Это аграрные регионы. Поля, поля. Восточная Польша, да. И там частично юг Польши, да. Это аграрные регионы. Там как раз эти фермеры сосредоточены. И у них сложная ситуация сейчас экономическая. Их отчасти можно понять. Но когда в такой агрессивной форме это происходит, это, конечно, позитивных эмоций не вызывает. Наоборот, это подрывает доверие. Вот как сейчас в Мюнхене просто рефреном звучало вопрос о доверии американцам. То есть, ну, прямо-таки открытым текстом. Вы нас кидаете, вы нас бросаете. Это не только украинцы говорят, европейцы. Ну и европейцы, да, я понимаю. Ну, нельзя так. Это не по-партнерски, не честно, неправильно. В итоге подрывается доверие к вам. И у нас тоже, когда мы видим вот такие протесты, у нас тоже подрывается доверие. В данном случае к польским коллегам и партнерам. Это даже при нынешнем новом правительстве. Оно, правда, коррекционное. И там тоже разные люди. Вот это надо иметь в виду. Там есть в том числе и политические силы левые, которые связаны с теми Шпермерами. Не только право и справедливость, бывшая правящая партия. Но так или иначе, проблема доверия, подрыв доверия в данном случае проявляется, к сожалению. И проблему надо решать. Как решать, все понимают. Путем переговоров. Но тогда другая сторона должна понимать. Любые переговоры – это компромисс. Компромисс. Надо идти на уступки. Мы пойдем. Наши, насколько я знаю, это уже на перспективу, поскольку начнутся переговоры о вступлении, въезд. Наши аграрии, они готовы идти на уступки. По квотам надо договариваться. Не хотят поляки, понятно, там поляки, многие другие, не хотят покупать наше зерно. Потому что конкуренты прямые. Ну окей, там есть Франция, Испания. Правда, там тоже будет конкуренция с польскими фермерами. Поэтому квоты, давайте согласовывать квоты. Потом наши готовы отказаться от субсидий. Кстати, это тема такая. Нынешняя система европейских субсидий, в том числе из-за которой протестуют фермеры. А большая часть субсидий идет на фермеров. Именно на фермеров. И их уже не хватает. А если еще мы входим, вся эта система нарушится. Наши готовы отказаться. Ну не от всех, конечно, субсидий. Да, от части. Но в частности на гражданном рынке. Готовы отказаться, потому что нам важнее все-таки вступить в Европейский союз. Получить выход на европейский рынок. Там хотя бы в рамках определенных квот. Поэтому мы готовы отказаться как минимум от некоторых субсидий. Но в любом случае, да, основа первопричины конфликта экономических интересов. И нам это надо осознавать. Потому что есть версии, что это, мол, там россияне. Может быть, они тоже там подпитывают немножко. Но это не главная причина. Поэтому тут этот конфликт надо преодолевать традиционным политическим путем. Но одновременно мы должны действовать очень деликатно. Потому что, вспоминая прошлогоднюю историю, когда эмоции у нас тоже проявлялись. И началась сцепная реакция. Сейчас лучше... Ну, конечно, я понимаю и наших простых людей, и президента, и правительственных чиновников. Раздражение это вызывает сильнейшее, конечно. Недовольство. Но надо аккуратнее, потому что нам не нужно... У нас и так есть враг, есть недруги, да. Есть куда выплескивать свои... Да-да. И поэтому лучше избегать создания конфликтных ситуаций с нашей стороны, там, в отношениях с европейскими партнерами. А проблему решать надо. Поэтому и это сейчас в большей степени ответственность польского правительства и Европейского союза. Это им надо решать проблему. Мы ее, к сожалению, сами решим. Это то, о чем мы с вами говорили чуть выше, да. Любой конфликт, будь то на поле боя, экономическом вопросе, социальном, рано или поздно заканчивается разговором. Вот тут не исключение. Не просто разговором. Это не просто разговор, а именно договоренностями. Надо искать взаимоприемлемые компромиссы. Цивилизованные взаимоприемлемые компромиссы. Европейцы умеют это делать. Вот история с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС, как уломали у Орбана, потом и по 50 миллиардам тоже уломали. Это показывает, умеют европейцы. В этом плане, кстати, они уже могут мастер-классы проводить для американцев. Вот американцы, к сожалению, показали деградацию серьезную. Это очень заметно. Вот один из коллег, ну и не коллег, а кто-то из политиков или дипломатов недавно сказал, что раньше был спрос в американской политике на тех, кто умеет договариваться. Вот кто обеспечивал двухпартийный компромисс. В том числе и Байден в свое время. Сейчас в фаворе совсем другие люди. Те, кто работает на противостояние, на конфликт. И даже сенаторы старой республиканской школы сейчас так лебезят перед Трампом, что даже как-то неловко становятся и теряют лицо. Вот поменялась ситуация в США. В этом деле тема... Своя политическая кухня, да, с разными запахами, вкусами и всем остальным. Благодарю вас за эфир. Владимир Фисенко был у меня в гостях. Берегите себя. Спасибо. Продолжение следует...